Всем привет! Мы приглашаем вас во второй сезон. Отправляемся в путешествие по Болярским островам. Покажем вам якорные стоянки и окрестности на Майорке, Минорке, Ибице и Форментере. Давайте знакомиться. Мы семья из Петербурга. Рассудительный капитан Сергей. Идейный вдохновитель Наталья. Старший юнга серьезный Егор. Младший юнга, позитивный и любознательный Никита. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить лайк и подписаться на канал. Это помогает в развитии канала, а также поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поехали! Наша первая остановка в пляж де Сантори. Там есть интересная зуба, поинт Мирадор. Думала, запутите квадрокоптер, но не знаю, получится ли. Представляете, с этой скалы огромный прыгун вниз. Когда мы бросали якорь, тут один человек спрыгнул. Я лично боюсь высоты и не готова прыгать. Вау! Никитка, молодец! Как научился прыгать-то! Молодец! Хорошо получилось! Умница! Башки слить, конечно! Ничего, у меня тоже всегда слетает. Башкой вниз, понял? Головой вниз. Ничего, научится. Уже неплохо. Осталось только ноги напрямлять. Мы вначале встали там дальше, но приехали из дайвинг-центра. Сказали, они сейчас будут пришвартовывать вот эти вот динки, там где мужчина. И нам пришлось отъехать чуть-чуть дальше. Бухточка очень узкая, пришло еще две лодки, но пришло и ушло. Они увидели, что места нет, поэтому мы удачно успели встать. Ой, правда здесь, конечно, шатает. И, честно говоря, есть уже даже не хочется. Кстати, как нашел? Сейчас уже будет незатейливый обед. Макароны с котлетками, которые уже были. И немножечко овощей. Сейчас поедим. Покупаются еще мальчишки. Да? Будете еще плавать? Возьмет и на сапе. Отвезешь меня на сапе, на берег? На сапе плывем высаживаться на берег. Прогуляемся и запустим квадрокоптер. Наташка пошла снимать квадрика в окружающую местность. Не знаю, куда она там убегает, а дети купаются. Вышла, думала, поснимать с квадрокоптера, но почему-то у меня начал пульт пищать, поэтому я, честно говоря, боюсь спускать. Мало ли там какая-то неисправность. Говорит, нужно обновить прошивку. Так что я возвращаюсь. Отсюда просто потрясающие виды. Егорыч возвращается за мной. Сейчас меня отвезет обратно на лодку. Квадрокоптер, конечно, я все-таки запустила и нисколечки не пожалела об этом, потому что место просто потрясающее. Цоколад, бухта, прозрачнейшая вода. А потом мы с Егорычем сплавали в бухточки, в эти маленькие закуточки. Но, к сожалению, на фотоаппарате села батарейка практически сразу же, и оттуда практически нет кадров. Но зато есть съемки с цедрона, и это очень красиво. Ну и что, пройти вот рядом? Вот это легендарная скала Марадор, с которой некоторые даже прыгают. Там есть веревочка, чтобы можно было вылезать наверх. А, вон веревочка. Да, да, вон веревочка. Егор, выходи тут красиво. Да, мне когда нужно прыгнуть. Да-да-да. Прямо с этого. С самого верха. С самого верха. Давай пошустрее. На тузика забираются наверх, а потом есть плей-то. Вот там загорают народ, загорают за этой скалы, застой. А это тарзанка, ее затягивают на бок и сбоку пройдет, видимо, с какого-то штуба. Ну, это мое предположение. Что делать? Зачем еще такую веревку? Я затягиваю саму ходу веревку. А потом... Поднимаем парусы. Сейчас Сережа поднимает грот. Сейчас из бухты выйдем. Никита опять у нас проголодался. Накупался ребенок, проголодался. Опять съест. Шел уже час нашего сейлинга. С классным ветром. Идем, почти не качает. Никита тут уже раскорячил, он уже не знает, как лечь. Мы увидели маяк. Это самая южная оконечность Майорки. Парни зарщит из деревьев. Кстати, странно, что тут деревья. Это у меня странно. А там отерселлер. Купить пальмин. Купить пальмин. Ремнабор для туалета. Ремнабор. Бачок. Я думал вообще купить эту... Новый туалет? Да, новую. Мясорубку для какашек. Бак для какашек. РСи, лодку. Да, нам надо холдинг-танк для черных вод. Небольшой. Матрасы для детских кроватей. Да, пену для детских кроватей, для матрасов. И посмотреть сентимент... РСи магазинчик. И посмотреть ассортимент черного и белого мехов. Мне просто две кричанки нужны. Такого мя-мя-мя. Что еще, Сережа, ты помнишь? Надо кранцы, по идее, купить. Четыре штуки. И мы три штуки. Потому что... Сегодня один из кранцев при швартовке к заправке сделал так. Я не слышала. Когда его немножко прижало, он такой... Типа, ну вообще. Хотя швартовка была вообще очень мягкая. Как вам сегодняшний сейлинг? Вам нравится сегодня идти под парусом? Ай! Море хорошее? Да. Не злое? Ай! Вот дельфинов маловато. Что-то сначала выскочили, попрыгали... Один раз прыгнул. Мимо. И все. У них был завтрак. Еще рано было очень. Ой! Это что-то такое было. Папа чуть не свалился. Проходим сейчас самый южный мыс Майорки. Маяк. Нам нужно пройти несколько миль до нашей якорной стоянки, где мы сегодня встанем на ночевку. А слева от нас острова Кабрера. Их несколько. Это заповедник. И по нашим сведениям, там можно вставать только на буй. И это платно. Может быть, мы как-нибудь позже сходим на эти острова. Вот здесь вот мы планируем сегодня встать на ночевку. Может быть, и не на ночевку. И провести тут несколько дней. Кстати, прошу заценить. У нас рекорд скорости. Там был 5,4 килограмма. Хорошо, идем. Ускоряется ветер между островами. Как и между дверью и косяком. Вот почему я там дышу. Ускоряется ветер между островами. Поэтому вместо 10 узлов мы получили 14 узлов ветра. Большая разница. Мальчишки отправились на прогулку с папой. На сабботе. Первым делом пошли проверять якорь. Наташка, если ветер поменяется, то будет хорошо. Да. Да, хорошо, будет готово. Якорь все-таки бросили на камни. Очень тяжело тут найти хорошее пятно песчаное. Все было заставлено лодками. И вечером, когда большинство лодок уйдет, мы переставимся. Мальчишки пошли исследовать остров. Пока мальчишки развлекаются, я осталась на хозяйстве. Сейчас на мою посуду и сяду, помонтирую ролики. У нас совсем закончилось место. На девайсах, на компьютере нужно или жесткий диск покупать, или же закупать еще флешки, карты памяти для фотоаппаратов. Но, честно говоря, эта мысль не очень меня радует, то, что я потом совсем запутаюсь. Поэтому мне хочется, чтобы мы купили жесткий диск, желательно с функцией резервирования. Но, не знаю, будет ли в этом городе. Может быть, придется ждать до Пальмы. А у меня совсем закончилось место везде. Только вот на квадрокоптере и на моем телефоне чуть-чуть. Сейчас помонтирую, сделаю диск и удалю лишнее, чтобы можно было снимать на водный фотоаппарат. Тут очень мелко, интересно будет плавать. Наверное, много всякой морской живности, морских обитателей. Сегодня переход был просто потрясающий. Ветер был в нужную сторону. Волна была, но паруса стабилизировали. Мы все время шли под парусами. Скорость была около пяти узлов. Для нашей лодки это хорошая скорость. У нас максимальная скорость это где-то семь с половиной узлов. Так что мы были очень довольны. Вначале до первой остановки я даже немножечко вздремнула. Мы с Никиткой валялись внутри лодки, поскольку встали очень рано. Поспать не удалось, но полежали. После обеда все находились в кокпите. Мальчишки иногда спускались вниз, делали что-то за столом. Дошли быстро. Как я уже сказала, ветер был прям отличный. Пришли в бухту. Якорная стоянка достаточно большая, но тут есть одно но. Очень много камней, песчаных пятен не так много. Было много лодок. Все было заставлено. Было сложно найти пятно. Мы бросили якорь где-то на глубине около трех метров. У нас достаточно маленькая осадка. У нас осадка 1,4. Рекомендуемая глубина 2 метра. Получается, можем вставать вообще на 2 метрах. И немного лодок такого размера с такой осадкой. У Сережи отпуск. Он поехал развлекать мальчишек. Завтра он тоже будет с ними гулять. Я смогу много монтировать, много работать. В целом, место просто шикарное. Глубина небольшая. Вода чистая. Даже сейчас волна идет с моря. И обычно в других бухтах из-за этого волна, вода мутная. Тут муки плавали. Сказали, вода просто прозрачная. Все классно видно. У меня вчера немножечко появилось какое-то неприятное ощущение в ухе. Поэтому я сегодня в такой повязке тонкой хожу. Но сегодня лучше, чем вчера. А завтра я рассчитываю вообще... Забуду об этом. И не придется лечиться ничем. Пошла я заниматься делами. Спасибо за просмотр видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. С вами были Егорка, Микитка, Наташа и Сергей. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик о уведомлениях о новых видео, чтобы не пропускать наши новинки. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok